доброе утро время 5 30 утра мы на финляндском вокзале и в карелию финляндский вокзал и ласточка да светло это получается без без 10 6 сейчас утра вот мы ранние пташки а при том что я вчера легла в час 4 30 стали это сколько три с половиной часа я спала жрать красавица у нас нас бизнес так удобненько кстати какая интересная конструкция стал ну что мы приехали на станцию сортовала и сейчас на 3 переход на другой поезд как он там русский вот так выглядят бортпроводники старик а чуту пойдем туда потихоньку а я хотел сказать у нас такие же вагоны февральские ездят поезда до сих пор до написано может быть все что угодно но к тому что у нас такой пользу сих пор здесь его считают как старинным а у нас он обычный поезд смотрите какая красота открытый вагон один такой кондиционируемый сказал наш поезд поехал дальше на последнюю станцию и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы пришли в фотобудку, она стоит 250 рублей из человека Здесь вот такой автомат стоит, который распечатывает вам фотографию Мы распечатали нас 10 минут буквально Мы распечатали вот такую фотографию И, собственно говоря, вот так тут есть переодеться Что? Вот так вот я сейчас выгляжу Забавно, конечно Добрались мы до Русский Алла Вот так это все выглядит Смотрите, идет подворот поезда Это прям уникально Знаешь, так соединить с полы И подчопали все К нам задом Он просто кружится Так, шоу мы посмотрели Паровозное Теперь идем здесь в ресторан и сувениры Потому что Марина сказала, что мы потом идем в сам парк И уже не возвращаемся сюда О, здесь терраска такая есть Вот, пожалуйста Русские рубахи Две тысячи восемьсот Ой, ну это какая красота Надо обязательно купить такую Лен, по-моему, да? И вот, смотри, как красиво Ну вот Такие толстовочки Хинты Наверное, салфеточки, да? Да, подставочки Да, может и дорога, зато он может человек Тепленький Клюк в шоколаде По 350 Калийский мед 1300 А тут синие, красненьких нет? Нет, только такие Крем-холост, клюк Клюк в шоколаде Большого не привозят По-моему, два размера Беремская соль С водоросли Теплые? Да, вот такие Больше не будут больше делать Хлопок, да? Нет, там полисты Теплые Такие, хорошие Вот такие вот давали Зимой поле Смотри, все берут Может быть, куда-то надо будет идти там, где будет капать Или дождь, или что? О, клево Вообще красота Так Мама Карелия Напиток чайный Иван-чай Корейский Круг Ростой С мятой С малиной С черникой По 250 Комплект Ты можешь тоже сумочку какую-нибудь купить, нет? Вот с ней хорошо Так вот машину бросили Как для шопинга тоже В пакеты все у нее класть Наверное, мне надо маме вот такую купить Послать Сто процентов Она же у меня готовит всегда Когда Одевать платочек Мамуль Наверное, я сейчас с любовью тебе выберу Такую вот карельскую Мамулечка Сейчас спрошу у тебя Мамулька Выбирай, пожалуйста Хочу тебе купить В Карелии Мы сейчас приехали И тут такие штучки вот есть Мне кажется, когда ты готовишь Вместо платочка Одевать вот такую красивую Посмотри, как есть Вот с таким кружевом Есть с вышивкой Вот так вот они смотрятся Вот такая Есть красная И есть Вот эта совсем нет Мне кажется, что вот эта Такая она прям Ну что, наша первая остановка Марин, как тебе? Чистейший воздух Красота Дачку надо здесь прикупить Дачка, говорю, на склоне где-нибудь Идем Ой, смотри, вон водочка пойдет Вон на той нам надо Как стариковский так Сел и пробовал Не она Ну а сейчас мы зашли в композицию Ангелы Смотрите, как это красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне нравится, как они это Заныриваются С тормозами Подземная русскеала И мы сюда не попадаем Потому что нужно было заранее брать билеты Наверное, я даже советовала бы сразу сюда идти Билет стоит на человека 2000 рублей И нужно надевать теплые вещи Потому что внутри там 5-7 градусов И экскурсия длится целый час Там где-то на лодочку даже будет спускать И мы сейчас подошли И все экскурсии ближайшие только через 3,5 часа Там сильно холодно, да? Да, холодно Вот что, Каша Видите? Плюс 4 Ой, даже плюс 4, говорят Так, ладно В следующий раз Мы в таком прикидем тоже, да Да, может быть, в Костях медом Сейчас мы с вами приедем В общем, мы уже нарезали 4 километра И продолжаем нашу экскурсию Хотим на катамаранчике Спорт меня не оставляет Ни на минуту В моем отпуске Мы сейчас, в общем, вот Ведем нас Красота Все? Подожди, сейчас я не развернусь Субтитры создавал DimaTorzok Так, у нас обед Здесь, в принципе, есть разные Ой, пойду в сувениры Пойдем еще в сувениры Ой, посмотрите, да что такое? Как она так глазками Такими смотрит Преданными Кого-то ждешь Кого-то ждешь Пойдем в сувениры В сувениры И потом Видите, даже туалет Такая красивая сделана Ну, однозначно Ну, однозначно Мы что еще приедем И с разными экскурсиями И Ахмедушка обязательно Должен побывать здесь Восемьсот пятьдесят рублей Такие штучки Котик, собачка Колокольчики Манька катсобирала У нас колокольчики Посмотрите, какие красивые совы Красота Посмотри, какая 16 минут Что с нас у нас? 18 минут Ну Так, это для бани Для телефонов Подставки Ой, ну посмотрите Какая прелесть Это что такое? Какая красота Ой, ну я вот это Однозначно возьму Нашим котяткам Пускай Машка любит Кружки, кружки, кружки Кружки Стаканы, стаканы Свет Вон там такие старцы Дошли до Белой горы Ну и здесь все строят Горы из камней Кто-то молится духом Кто-то верит Что это Исполнит их желание Посмотрите Их просто по всему парку Полно Кто на что Гораст Причем по размеру Они очень даже большие Я покажу Вы посмотрите И все это Представляете Настоящий мрамор Вот он где Под ногами Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что здесь опять же Ну круг один мрамор Смотрите какие Разрезы Как красиво Сплестит Прохладненько тут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что На сегодня Рускеала У нас Окончена Экскурсия Наша Собственная Мы ее Сами проходили И Естественно За Сколько мы здесь Пять часов Мы не все Все прошли Но сейчас Вечером Стало так Прохладно Кофта у меня В камере хранения Кстати кто приезжает Сюда как мы с рюкзаками Камеру хранения Можно все знать Это бесплатно Если только там Свободные Конечно будут Вот И Пойдем Можно выходить Из парка Дают вот такую Желтую То есть Вы хотите вернуться Одевайте желтый Браслет И Как я уже говорила Еще раз повторюсь Если вы хотите Попасть В эти подземные Всякие там Пещеры Которые за 2000 Экскурсия Это нужно Заранее Прям сразу Бронировать Можно на сайте Можно вот здесь В электронных кассах Покупать Можно прям в поезде В этом покупать И По времени Потому что Обычно Вот 4-5 часов Там От 3-х до 4-х часов Ожидания Пойду искать Марину Посмотрю Что там Еще есть Там Касса Или Это не Касса Я все еще Я маме Купила Такую красивую Скатерть Ливную И Чепчик И Фартук Красивый И Я думала Что где-то Еще будут Такие Нету Только Вот на Вокзале Поэтому Обратите Внимание Тут Магазин Там Прям Все Быстро Заканчивается Но Я Смогла Подобрать Ой Вы наверное Ветер Слышите Я смогла Подобрать Набора Мамули Вот так Это все Выглядит Вы знаете Мне понравился Этот парк Это прям Такая Заповедная Зона Но я не могу Сказать Что я прям Вау Без ума Потому что Я Я родилась В Сибири Я Детство Свои проводила Все Каждое Лето Там И Я знаю Что такое Тайга Красивая Леса Я знаю Что такие Тоже Заповедные Зоны Я знаю Что такое Дивногорск Потрясающе Красивый город Красноярск Также Горные Вот и лесные Там Массивы Все это Мне Очень знакомо Руки У меня замерзли Как будто Хочется Перчатки Прямо Деть Завтра Марин Марин Завтра У нас должна Быть На Ваалам Экскурсия Но Так как Предупреждение Уже есть Штормовое Возможно Она не состоится Мы Скрещиваем Пальчики Чтобы поле Потому что Мы в принципе Ради этой Ваалам И сюда И приехали Да Я говорю Ради Ваалама И приехали сюда Что если будет Шторм То мы Уже Не упадем Надо будет Подумать Куда еще упасть Я говорю О том Что очень холодно Приехали Мы на водопады 400 рублей Стоит экскурсия Сейчас Марину Сотографируем Давай По мостику Пойдем По мостику Пойдем Не прыгать Не раскачивать Не более Пяти человек Осторожно Камера Марина Данчали Я пройду Ха-ха-ха Ха-ха-ха Смотрите Можно попить чаю Прям Свеженького Калитка Круза Кофе Снимать И меня отвлекли Я взяла Иван Чай Выкинем Быстро Смотрите Какой Котелочек Так тепло Возьмем И вот Эти все Вареницы Которые В каждом Сувенирном Магазине Продаются Я взяла Мед Облепиховый Маленькую Совсем Баночку Но остальное Конечно Это просто Там Сплошной Сахар Марину Где-то Потеряли Где Марина Итак Мы остановились В гостинице Которые носят Одноименное Название Сортовала Название Городка И эта гостиница Очень удобно Расположена Расположена Рядышком С Магазином Супермаркетом Куда мы сейчас Идем Для того Чтобы купить Себе что-нибудь На ужин К чаю И вообще Что-нибудь Потому что Это обычная Гостиница Здесь Стоят кулеры В коридоре В номерах Нет Ни Чайника Ничего Вот У нас Отменился На завтра Валам Наш тур Очень жал Жалко Но Это еще раз Повод заехать И Посетить Но так Надо еще И угадать С погодой Потому что Вроде как Не сильно Пасмурно Но при этом Видите Тур отменился Так Мы сейчас Идем В фруктовую лавку Идем В фруктовую лавку Ой Что-то Только нету Какая красота Господи Я сейчас наберу Огурцов Помидор Буду Есть Салат Я салат Хочу Огурцов Помидор Ты что Будешь Смех Да Здравствуйте Господи Какие они Красивые Сто лет Таких Не видела Да что Что такое Тут даже Разрезанный Господи Какой красивый Курчики С пупурышечками Как я по вам Скучала Так Что еще Возьмем Дыньку Наверное Марин Дыньку Возьмем Дыньку Возьмем Да Дыню Или арбуз Ну вот Есть Или арбуз Или арбуз И дыньку Давай Получить Четвертинку И дыньку Она сахара Столько Ты мне не говори Человек Который Ест сахар И такая Ну вот Пусть это лучше Будет дынька Раз Я все дыню Знаете Когда ела Месяца Три назад Господи Я мне кажется Сейчас объемся Фруктов И умру Потому что Ну я Они такие мягкие Все Все Спелые Боже мой Это ведь у нас В супермаркетах Продается обычно Испания Франция Всякое говно Короче И простите Кто из этих стран Но оно Привозится к нам Очень неспелым И твердым Невозможно есть И без вкуса Вот Кстати цены Вот смотрите 80 Картошка 60 Вот такая маленькая Вот такая тоже 60 Помидоры 150 250 Это Азербайджан Азербайджан А огурцет Куда Новгород Новгород Ты уже набираешь? Ну я вот эти Торфу Еще помидоры Есть тоже 150 Есть 100 250 А почем эти? Что-то они такие Марин Ты прям Много не бери Возьми Вот Я забрала у себя Так возьми 6 штучек Зачем тебе столько? Они испортятся до завтра Сочные Сочные Мы выезжаем Из гостиницы Вот так выглядит Каждый Холл Каждого этажа Пять этажей Лифт идет до четвертого этажа Дальше вы пешком На каждом В каждом холле Есть кулер И вот это вот Входы Там По 3-4 номера В каждом таком входе Я сейчас еду пешочком Потому что Ноги у меня Отдохнули За ночь Не поехали мы Сегодня на Ваолам Из-за того Что штормовое И вывод такой Что нужно ездить летом Скорее всего В разгар лета Потому что Любое вот такое Штормовое В принципе За 2 дня Его предупреждают А билет вы должны брать За 2 недели Как минимум А то и за несколько месяцев Бронируют Здравствуйте Здесь не ходила на завтрак Потому что У нас оставалась дыня Я позавтракала дыней С чаем Прогуляемся с вами Постартовали Немножечко Здесь как сказали У них почти все Центр Некоторые здания Здесь они Спроектированы Финскими Архитекторами Они прям Выделяются В общей массе Городостроения Их прям сразу видно Что Ой Это не наши И еще я заметила Что Также на некоторых Заведениях Надписи Есть на Финском языке Православный храм И на английском Тоже написано Religious monument А почему Монумент Монумент Для меня Монумент Это как Памятник Вот у моей мамы Вот такие дома Тоже в деревне Только двухэтажки Кирпичные Из такого Оранжевого Красного кирпича Вот там У них Центральный Фонтан Видать Часы И вот здесь Тоже Вот Добивается Из архитектуры Российской Такое здание Смотреть Что это там Подойдем Подойдем ближе Посмотрим Это здание Как замок Немножко 1907 Написано Аптек Аптек Много И вот это Вот это Вот это Вот бежит С нами Очень давно Вот это Вот это Шмакодявка Вот Петровский Фирменный Магазин Дом Заходим Заходили Начать Фотографируйся Потом Прочитали Кто это Уна Вернер Ульберг Финский Архитектор Да Финский Архитектор Которому Принадлежат Здесь Несколько Зданий Несколько Зданий Банков Я имею Даю Архитектура Проекты Жилой Дом Торговый Дом Административное Здание Жилой Дом Еще один Автобусная Основка Так Мы Держим Путь На Вокзал Пока Маруська Стоит На Светофоре Пойду Поснимаю Озеро Озеро Ля 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 Ярви Но Это Явно Не Российское Название Понятно Что История Этого Города Уникальная Город Переходил То к России То к Финнам Тоже понятно Что финские Здания Здесь продаются Экскурсии На катерах Можно Покататься Но Даже Прибрежные Если вы что Слышите Вот этот Ветер Наверное Он говорит о том Что этот Ветер Который будет На Валааме По дороге Туда Будет намного Сильнее Поэтому И закрыли Мы уже Добрались До вокзала Нам Гид говорил Что Возле гостиницы Артавала Вокзал Буквально 100 метров Ну Прошли мы Где-то Полтора километра От гостиницы Такой Вот Тоже Постройка Старинная Ой Что же Сбросить Это рюкзак С подарками Нашли Единственное Более-менее Такое Знаете Приличное Место Домберга Здесь И Очень много Калиточек С разными Начинками И Вернее Мы вернулись Опять Домберга Мы были На вокзале Зашли В дорожное Кафе Посмотрели Там Как все Готовят Без перчаток И что-то Как-то Все Это Выглядит Странно Очень Салаты Все Заветренные Мы Аккуратненько Встали И Вшли Потихонечку Вернулись Опять Домберга Заказали Себе Карельский Салат Обычная Капуста С морковью Солянку И Сырники Мы Сейчас Приперлись Не на Тот Вокзал Красавец Вагон Сейчас Так комфортно Мне кажется В нем Да Мы Кажется Пришли На Сартовелла Вокзал Станция А Должна Быть Сартовелла Центр Поэтому Они Находятся На Расстоянии Один Километр Друг От друга Поэтому Мы С Мариной Чешем Быстро Другой Вокзал Вроде Успеваем Мы Сегодня Так Хорошо Посидели В доме Берга Наверное Четыре часа Мы там Провели Общую Сложность Там Можно Сувенирчики Купить Я купила Бальзамы Карельские Вот И Чай Карельский Очень Всем Советую Улиток Я не Попробовала Потому что Я сахар Не ем Маленькую Половинку Попробовали Вчера С Мариной На Рускавелла Этому Рускавелла Музыка Какая-то Здесь Вот так Выглядит Это Небольшая Станция Сартовелла Центр Поэтому Если Вдруг Вы будете По моим Следам Путешествовать Я Вам Обожглись И Чтобы Не Делать Такие Ошибки Возможно Как Мы Первый Раз Вам Это Видео Поможет Итак Первое Что Нужно Сделать Это Если Будете Бронировать Билеты Не Бронируйте Группами Совершенно Это Не Надо Вот Это Вот Знаете Ездить Туда Куда Группы И Ждать Кого То Я Все Так Любитель Таких Приватных Частных Путешествий Где Можно Путешествовать Группой Три Пять Человек Ваши Близкие Друзья Выезжать Лучше Через Сартовелу Если Вы Хотите Увидеть Рускала И Валаам Не С Петрозаводска Не С Петербурга Можете Билеты На Эти Туры Не Брать Вы Когда Приезжаете В Карелию В Сартовелу Конкретно Имейте Ввиду Что Ласточка С Петербурга Пребывает На Станцию Сартовелу Центр Вот Сюда Здесь Как Видите Здесь Нет Никакого Вокзала И Между Сартовелой Железнодорожным Вокзалом И этим Местом Больше Километра Поэтому Если Вы Садитесь На Ласточку То Ласточка Будет Отходить Отсюда Именно Но Вы Можете И там Тоже Естественно Будет Останавливаться Но Начало У нее Здесь То Нет Начало Если Сартовелу Вы Вы Уезжаете Она Здесь Потому Что На Первой Билете Указана Именно Эта Станция По Времени Все Ваши Туры Валаам Русакела Вы Можете Бронировать Непосредственно Здесь Сартовелу Здесь Очень Много Агентств И Можно Ездить Не Только На Метеорах Но И На Частных Катерах И На Частных Катерах И Таких Туров Больше И В Принципе Они Есть Доступ На Метеоры Заканчиваются Билеты Очень Быстро Возможно Нужно Бронировать Заранее А На Частных Катерах Мы Сегодня Узнавали И Стоимость Билета Четыре Тысячи На Человека И Вы Посещаете Ладожские Шехеры И Валаам А Валаам Один Сколько Нам Говорили Стоит На Метеоры Пять Сто На Одного Человека Да На Валаам Если Пять Сто Стоит Десять Человек Для Группа Десять Двенадцать Человек И Стоимость Билета Четыре Тысячи Они Предлагают Еще Шехеры Попустить То есть Они Едут Не Глубоко В Ладогу А Плывут Прибрежно Соответственно Для них Волны Не Так Страшны Как Для Если Это Будет Шторм Но Когда Шторм Это Всего Лишь Посмотрите Если Вы Хотите Точно Знать Будет У вас Состоится У вас Тур Или Нет Достаточно Буквально За вечер До Начала Вашего Тура Предполагаемого Позвонить Узнать И Брать Билеты Если Вечером Вам Говорят Все Нормально На утро Билеты Берите То Можно Брать Потому Что Мы Взяли Билеты Марина Брала Заранее За Полтора Или Два Месяца И Вот Мы Приехали И Вчера Уже Было Известно На 30-е число Уже Завтра В Петербурге Есть Забронированные Неоприятия И Поэтому Мы Не успеваем Поэтому Не Добронировать Заранее За день Узнаете С Питера С Москвы Или Откуда Ли Еще Ну Конечно За день Вы с Москвы Не доберетесь Может Отсюда А Вот С Питера За день Буквально Ну Так же С Петрозаводска Если Вы хотите С Петрозаводска Съедеть Что Мы Смотрели С Артавель Да Ничего Мы Не смотрели Мы Были В доме Берга И Прошлись По всему Центру Практически По полгорода Обошли Нечего Здесь Смотреть Мы Изучали В интернете Музей Викингов Музей По-моему Там Камней Какой-то У них Есть Но Как-то Это Все То Как Даже Те Водопады На Которые Нас Вчера Свозили Они Так Собственно Говоря Если Походу То Можно Смотреть А так Специально Для этого Ездить Не стоит Тратить На это Время Особенно Когда Мы Вчера На Русакеле Полазили Часов Пять Шесть И Просто Шесть Часов И У меня Ноги Отваливались До Сих Пор Мне Ноги Обстанавливаются Мы В день Ходим Не Меньше Восьми Километров А то И Десять И Тяжеловато Знаете Уже Тем более Когда У нас С собой Сумки Вроде Один Рюкзак Но Еще Два Пакета С Подарками Я Купила И Рюкзак У меня Килограмм Наро Восемь Десять И Пакеты Еще Килограмм В багажном Отделении Куда Надо было И Я Что-то Так Досмущала Меня Факт Тем более Хорошо Что мы Там Не Оставили Чтобы Нам Потом Туда Переход И Забирать В общем Сейчас Замечательная Погода Как Вы Видите Нет Ни Одного Облачка Или Там Где-то Не Вдали Вот Есть И Да Завтра Состоится Тур Тех Кто Взял Но Мы С Мариной Тоже Готовились К этому Месту Святое Место И Прямо Цельно Правильно Туда Ехали Взяли Свои Платулочки Но Не Попали Я В этом Тоже Вижу Знать И Значит Нам Нужно Делать Это В Метеорологических Условий Отменяя Туда Туры Можно Конечно Вертолете Туда Лететь Вертолет По-моему Стоит Мы Смотрели 200-350 Тысяч На Сколько Там Человек Вот Поэтому Как Говорится У кого Есть Такая Возможность Можно На Вертолете Что Мне В глаз Попало Да Что Такое Наболтала Вам Уже Часто Хорошо Сижу Машулька Моя В этот Момент Уже Приехала В Красноярск От мамы Ее Отпуск Закончился У нее Впереди Насыщенная Новая Жизнь Совершенно Студенческая Вот Давайте Пожелаем Успехов Машуля Я верю Дочь Что У тебя Все Получится И Я Всегда Буду Рядом В Плохое Время Во Хорошее Время Я Всегда Рядом Вот И Вам Тоже Хочу Сказать Поддерживайте Всегда Будьте На их стороне Им Это Очень Важно Вот Но Сейчас Я Еще Немножко Как раз Стоит И Поснимаю Для Видео И Наверное Когда Буду Лететь Уже Домой Буду Сидеть В Соболете И Монтировать